Я спросил, почему музыканты выступают в одних трусах? Мне ответили, садгуру, только такое и продается. Я спросил, что это вообще? Кто-то другой определяет ее выбор, который перестает быть выбором. Это верный способ уничтожить красоту женского начала в мире. С одной стороны, это следствие того, что в мире всем управляет экономический двигатель. Перед тем, как я отправилась на сегодняшнюю встречу, моя 13-летняя дочь спросила меня, «Можно мне тоже задать свой вопрос?» Я ответила, «Конечно». Так что этот вопрос от нее. Все это мужское, женское, на нее оказывает влияние общество и то, что в нем показывается. И она сказала, «Мне любопытно знать, если бы можно было получить один совет для современной молодежи, каким был бы этот совет?» Пол, это личное дело. Извините, я излагаю это в очень простой форме. То, что у кого-то в штанах, не мое и не ваше дело. Это имеет значение только в некоторых местах, таких как ванной комнаты и спальни. Но в остальных местах ваш пол не имеет значения. Это вопрос вашей компетентности. Что вы можете делать, что вы не можете делать, на что вы способны, на что не способны. Мы должны сделать так, чтобы мир пришел к пониманию, что какое бы тело у вас ни было, это не должно никого волновать. Это имеет значение только в телесных отношениях. В остальное время это не мое дело. Для того, чтобы это произошло, женщины тоже должны так думать. Но сейчас, я не знаю, женщины буквально воспроизводят мужскую мечту. Потому что вчера у меня была назначена встреча с одной певицей. Я сказал, хорошо, давайте послушаем ее музыку. Мне включили видео. Простите, что употребляю такие слова. И я говорю это потому, что мне больно, что женщины представляются таким образом. На сцене была певица в трусах. Я спросил, почему музыканты выступают в одних трусах. Мне ответили, садгуру, только это и продается. Я спросил, что это вообще? Это ужасная эксплуатация женщин, и женщины сами этому содействуют. Она может носить, что хочет. Это не мое дело. Но если она так одевается только потому, что на это есть спрос, в обществе что-то идет не так. Это ее выбор — носить то, что она хочет. Но на самом деле это не ее выбор. Кто-то другой определяет ее выбор, который перестает быть выбором. Так что это важно как для юноши, так и для девушек. Они должны понять, что их тело — это их дело. Но не так, что все на улице должны быть увлечены тем, какое у вас тело. Никого не должно интересовать, какое у вас тело. Людей должен интересовать ваш интеллект, должна интересовать ваша компетентность. Люди должны признавать вашу гениальность. Но их не должно волновать то, какое у вас тело. У тела есть свои цели. Есть своя красота, есть своя природа. Это другое. Я не пытаюсь установить какой-то дресс-код. Нет. Я говорю, что мужчина не должен определять женский дресс-код. Вот и все, что я хочу сказать. Сейчас похоже, что мужская извращенность определяет женский дресс-код. Это должно измениться, если женщины хотят быть свободными. Вот почему я говорю, что как от мускульной деятельности человек постепенно переходит к мозговой. Точно так же от женского тела человечество должно перейти к мозговой деятельности. Но сейчас это может показаться абсурдным. Нет, нет, таковы женщины. Нет, это то, что от женщин ожидают мужчины. Это не женщины такие. Я знаю достаточно женщин в своей жизни, чтобы ясно понимать, что это не так, что они не такие. Но они думают, что от них этого ждут. Это синдром супер-женщины. Его определение в том, что женщины просто хотят показывать себя определенным образом? Нет. Я говорю, что это верный способ уничтожить красоту женского начала в мире. Потому что сейчас вы понимаете мужественность как идеал успеха. Если вы хотите добиться успеха, вы должны быть как мужчина, вы должны показать свои мускулы. От этого необходимо избавиться. Потому что все это следствие того, что, с одной стороны, всем в мире управляет экономический двигатель. Когда экономика — это единственное, что имеет значение, все превращается в рынок. На рынке, если я даю меньше и беру больше, тогда я умный. Но сейчас вы должны понять, что в ваших домах, и я уверен, что это верно и для вас как женщин. Я видел женщин, которые трудятся совершенно по-разному. Такой была моя мать, мои сестры, мои тети и многие другие женщины, которых я видел. Когда они дома, они отдаются своей деятельности целиком, потому что занимаются тем, что действительно любят делать. Они делают важную работу для людей. И для них не имеет значения, что они за это получат. Вот что делает их жизнь прекрасной. Это должно происходить не только дома. Это должно происходить и в обществе, где каждый будет стараться сделать все возможное для всех остальных. Такова природа женского начала. Сейчас вы говорите, что куда бы вы ни пошли, нужно давать меньше и брать больше. Будь то рынок или брак, везде происходит одно и то же. И никто при этом не счастлив. Никто не живет хорошо. Никто не может ослабить свою бдительность. Все-все время на стороже по отношению друг к другу, потому что для них повсюду рынок. Куда бы вы ни пошли, вы ищете, как получить прибыль. Нет, так люди не смогут жить хорошо. Люди могут жить хорошо. Сейчас я постоянно живу среди волонтеров, которые всегда стараются выкладываться по максимуму в любой ситуации. Люди спрашивают меня, «Садхгуру, из всего того, что вы делаете, что является самым важным?» Я отвечаю, «Люди вокруг меня. Люди, которых я собрал вокруг себя, которые готовы посвятить свою жизнь другим безо всяких ожиданий». Вот что самое прекрасное в моей жизни, потому что это самое важное в мире. Когда я говорю, что повсюду рынок, это значит, что мы всегда пытаемся воспользоваться кем-то. Не так ли? Когда ваш ум станет рынком, уже не будет осознанности, не будет более тонких аспектов жизни. В мире не будет места женскому, будет править мужское, завоевание, эксплуатация, и главное будет не любовь, принятие, вовлеченность в жизнь. Там, где нет безудержной вовлеченности в жизнь, вообще нет жизни. Вы можете познать жизнь только с вовлеченностью. Другого пути просто нет. Вы употребили слово «супер-женщина». Я бы сказал, что моя мать была супер-женщиной. Она не заработала ни одной рупии в своей жизни. Но она была супер-женщиной. Она была самым уважаемым членом семьи. Разве она когда-нибудь спрашивала, что я плачу? Никогда. Но она супер-женщина.